Мы с вами находимся в субтропической оранжерее, в которой представлены растения субтропиков. К ним относятся камелии. Начинается цветение камелии осенью. Начинает этот сезон камелия с под названием камелия сосанква. Цветки у нее не махровые, но вместе с тем они достаточно красивые и нарядные. Цветение у нее непродолжительное, где-то в среднем около месяца. Чуть позже начинается цветение камелии японской, которые представлены у нас более разнообразно. В частности, они отличаются по окраске цветка, по форме цветка. Цветки у камелии держатся недолго, где-то в среднем 4-5 дней, но вместе с тем они достаточно красивы. Родиной камелии японской является Япония и Юго-Западная Китай, где они растут в подлеске леса. На родине это деревья, которые достигают высоты от 1,5 до 6 метров, иногда до 11. У нас же растения выращиваются в кадрочной культуре и высота зачастую не превышает 3 метров. Камелии, прежде всего, это оранжерейные растения, так как в культуре и домашних условиях вырастить очень сложно, потому что они требуют низких температур, содержания зимой. На родине в Японии случаются даже кратковременные заморозки до минус 10 градусов, но они непродолжительны. Цветки камелии достаточно разнообразные, не отличаются формой цветка, степенью махровости, но несмотря на всю свою красоту, к сожалению, у этих растений нет запаха. Также у нас в коллекции есть камелия синензис, это чайный куст, это то растение, из которого производят и зеленые, и черные виды чая. В зависимости от того, в каких условиях происходила ферментация листьев, получается либо зеленый, либо черный чай, либо другие сорта. Также в коллекции оранжере есть представители семейства вересков, и к ним относятся азалии и рододендроны. Азалии – это собирательные названия некоторых красиво цветущих видов и сортов растений из рода рододендрон. Название рода рододендрон имеет греческое происхождение и состоит из двух слов. Родон, что означает роза, и дендрон, что означает дерево. Вместе это звучит как розовое дерево, или рододендрон. В коллекции у нас представлены как азалии, так и рододендроны. Азалии представлены различными видами и сортами. У некоторых цветки совсем маленькие и достаточно блеклые, у других же, наоборот, они достаточно крупные и яркие. Цветение азалий и рододендронов достаточно продолжительное. Первые виды и сорта начинают цвести в конце февраля, и цветение длится практически до конца апреля. Несмотря на всю красоту, азалии, к сожалению, тоже не имеют аромата, как и камель. Зато некоторые рододендроны имеют ярко выраженный аромат, и он напоминает достаточно приятный аромат лилии. В коллекции у нас есть сорта азалий, которые были выведены в Советском Союзе с характерными названиями. Это, в частности, героем войны, киевский вальс, юность, елочка, счастливое детство. В условиях квартиры вырастить эти растения очень сложно, так как им требуется зимнее прохладное содержание. Больше для их содержания подойдет оранжевее или же утепленный балкон, где можно поддерживать прохладные условия и достаточно яркий свет. Субтитры создавал DimaTorzok